Буквально две недели назад закрылось следствие по делу о прослушке Ангела Меркеля. Вот новый скандал. На этот раз АНБ ввела разведку в отношении трех французских президентов. Минимум шесть лет. Это новое разоблачение от Викиликс. Понять союзников в Европе непросто, поэтому Франсуа Алан сразу созвал Совет Безопасности. А несколько часов назад состоялся его телефонный разговор с Бараком Обамой. Американский лидер категорически отвергает обвинения. Какая информация утекла и какая реакция может последовать, разбирался Виталий Фтулкин. Тайны Парижского двора вскрыты американской разведкой. Оказывается, три президента Франции, Ширак Саркази бывший, Алан действующий, на одном крючке или под одним колпаком. За ними всеми, не снимая наушники, следил большой брат из Вашингтона. Скандал, да еще какой. И о нем стало известно с помощью знаменитого разоблачителя темных игр США. Интернет-ресурса Викиликс. В Елисейском дворце обнаружена утечка. Сейчас это наперебой цитируют европейские газеты. В рамках операции «Шпионаж за Елисейским дворцом» перехватывались телефонные разговоры с 2006 по 2012 годы. Но нет гарантий, что слежка не началась раньше и не продолжалась потом. Согласно документам под грифом «Совершенно секретно» фиксировались переговоры по вопросам дипломатии, внутренней политики и экономики. В Париже на фоне таких известий все переполошились. Чтобы разобраться в ситуации, президент Алан срочно созвал Совет Безопасности. На всякий случай, трансляцию этого действия показывали без звука. Мало ли что. Вдруг и сейчас кто-то что-то услышит. Такие практики – серьезный подрыв доверия, который существует между нами. Соединенные Штаты должны понимать, что подобные действия не только нарушают право свободы, но и ведут к разрушению отношений между странами-союзниками, между Францией и США. Как местные службы безопасности не распознали чужие уши, пока французы о проколе в своей работе молчат, кто ж такое признавать будет, российские специалисты взяли слово. Объясняют, прослушка, чтение чужой интернет-переписки – запросто. Технологии разведки всегда были впереди технологии защиты. Бывают очень профессиональные атаки, защититься от которых очень сложно. К сожалению, гарантировать 100% защиты невозможно. А факт того, что прослушивали французов, может быть, они недостаточное внимание уделяли безопасности. Американский посол в Париже уже получил приглашение явиться в Елисейский дворец. Очевидно, для очень и очень неприятного разговора. Почти одновременно с этим сомнительные оправдания пришли из Белого дома. Что-то в духе «я не я» и «прослушка не моя». Мы не занимаемся разведывательной деятельностью слежения за рубежом, если на то нет конкретной и обоснованной цели, касающейся обеспечения национальной безопасности США. Это касается и рядовых граждан, и мировых лидеров. Еще как занимаетесь, следует из материала Wikileaks. И вот минимум, что Вашингтон смог узнать из закрытых для него разговоров. Например, президент Ширак хотел поставить на пост замглавы ООН своего человека. А президент Оланд придумал некие тайные консультации с немецкой оппозицией, где обсуждали возможный выход Греции из зоны евро. Да и много еще чего любопытного не для посторонних ушей. Но все эти подковерные европейские игры для штатов, выясняется, были словно открытая книга. Американцы претендуют на то, что они все-таки хозяева мира, что они мир контролируют глобально. И тот факт, что они слушают президента Франции, совершенно неудивительно. Так же, как они слушали Ангелу Меркель. Поэтому слушали американцы, будут слушать следующих президентов. И не только президентов. Заокеанские разведчики, по данным Wikileaks, раскидали свои жучки по многим кабинетам французского руководства. О чем беседовали между собой с зарубежными коллегами министра обороны, финансов и сельского хозяйства для штатов не секрет. Но особенно Вашингтон навострил уши в сторону Министерства иностранных дел Франции. А защититься от такой тотальной слежки Париж не в силах, как бы ни старался, нечем и неким. Франция не имеет собственных спецслужб, серьезных спецслужб, именно в том смысле, в котором это принято понимать. А, так сказать, у них осталось там несколько сот ряженых жандармов, да, которые, так сказать, годятся только для съемок в кино. И, конечно, этот вопрос все громче и громче стоит на повестке. После прошедшей накануне встречи Нормандской четверки, занятой решением ситуации на Украине, глава российского МИДа Сергей Лавров не особо-то и удивился новостям о прослушке, предположив, что и его встречу с коллегами тоже брали на карандаш. Ну, или чем там американские спецслужбы пользуются. Я этого не видел, но не удивлюсь, не удивлюсь. По крайней мере, скажу, что сегодня на Кадарсе, когда мы вели переговор, у нас периодически то выключались все микрофоны, то все микрофоны включались. Что дальше? О решениях принятых Франции пока мало что известно, но определенно там согласны, что и самим неплохо бы держать ухо востро, если уж речь о вопросах национальной безопасности. А прослушка, устроенная американцами, это ли ей не угроза? Виталий Втулкин, Дарья Пинчук, Пятый канал. Депутату Госдумы Илье Пономареву сегодня заочно предъявлено обвинение по делу о растрате средств фонда Сколково. Речь идет о сумме в 22 миллиона рублей. Эффективные договоры, непонятные исследования. Сам Пономарев говорит, что преступления не было. Уже почти год он живет в США, возвращаться, сказал, не собирается. Это значит, что в ближайшее время депутат будет объявлен в международный розыск. Подробности дела у Натальи Дубровской. Новость о том, что он уже официально в статусе обвиняемого, застала Илью Пономарева в США. Возвращаться в Россию теперь депутат не собирается. Действия следователя считает незаконными. Сам факт преступления отрицает. Если они хотят меня задержать в России, я, естественно, в этой ситуации возвращаться не буду. Потому что какой смысл просто брать и добровольно идти в тюрьму? Пономарева обвиняют в пособничестве в растрате 22,5 миллионов рублей. По версии следствия, дело было так. Вице-президент Сколкова Алексей Бельтюков передал Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. Хищение было прикрыто фиктивным договором на чтении курса лекций, каждая из которых якобы стоила 30 тысяч долларов, и выполнение неких исследовательских работ. Я занимался тем, что ездил по разным странам мира, встречался с теми, у кого это получилось, встречался с финансовыми людьми из венчурных фондов, встречался с преподавателями ведущих международных вузов, встречался и с российскими вузами, и с российскими новаторами. И мы, с одной стороны, рассказывали, что планирует делать российское государство, с другой стороны, собирали обратную связь о том, а что им нужно для того, чтобы они пришли в Россию, здесь работали, здесь создавали свои предприятия. Потом, на основе того, что я, собственно, услышал на этих лекциях и семинарах, была сделана вот эта самая аналитическая работа. Пономарёв признал получение части денег, но заявил, что лекции всё же читал и исследования проводил. Впрочем, следствие его доводы не убедили. В случае отказа Пономарёва явиться к следователю для проведения необходимых следственных действий, следственным комитетом будет инициирован его розыск, при необходимости и международный. Наряду с этим, следствием будут предприняты меры для возмещения ущерба от этого преступления. Дать ход уголовному делу помогли коллеги депутата. По закону на это требуется их санкция. Госдума проголосовала фактически единогласно. 438 против одного. Так Пономарёв лишился депутатской неприкосновенности. Мы, в принципе, были уверены, что уголовное дело будет возбуждено. Тем более, если человек замешан в ситуации с дележкой вот этих денег в Сколково и вот с теми, вот эти громадные суммы, которые якобы он там прочитал что-то, и понятно, что это мошенническая схема. Депутат, как лакмусовая бумажка, он должен отвечать по полной программе. Защита Пономарёва настаивает в том, что депутаты Госдумы получают крупные гонорары за лекции, книги или статьи. Ничего удивительного нет. Так что адвокат депутата ещё ранее заявляла, преступления не было, а постановление Следственного комитета необходимо обжаловать. Впрочем, сегодня, после неприятного известия о превращении Пономарёва из свидетеля в обвиняемого, Мария Баст как-то растерялась. Безусловно, я сейчас планирую ряд юридических шагов. Я планирую это сделать уже в самое ближайшее время. Но необходимо проконсультироваться, согласовать свою позицию с целью. И, безусловно, это так, это, безусловно, это стратегия. Я бы не хотела её опишировать, но в самое ближайшее время мы вас проинформировали. Теперь Пономарёва хотят лишить и парламентских полномочий. Предложение отбирать депутатские мандаты за неучастие в работе фракции внесла в Госдуму справедливая Россия. Естественно, внутри Соединённых Штатов Америки он будет подавать это дело исключительно как политическое, для того, чтобы в случае необходимости как раз политическое убежище попросить. Учитывая нынешнее состояние между Россией и Соединённых Штатов Америки, в случае запроса на экстрадицию ответят и дадут ему политическое убежище. Впрочем, Следственный комитет ситуацию видит совсем по-другому. Согласно Уголовному кодексу, статья 160 «Растрата веренного имущества». Наталья Дубровская, Дмитрий Минеев, Ирина Уимина и Олег Христов. Пятый канал. Эффективно использовать государственные ресурсы призвал сегодня президент участников Совета по науке и образованию. Владимир Путин расставил приоритеты. Во-первых, это создание оборудования для отечественного производства. Во-вторых, разработки, улучшающие жизнь людей в области медицины и экологии. Эксперименты тоже крайне важны, ведь российская наука должна быть конкурентоспособной. Например, если от российских технологий будут зависеть партнеры, и при этом мы будем способны быстро впитывать и использовать чужие наработки, то такая взаимозависимость серьезно будет укреплять наши позиции. И мы сможем на равных разговаривать с другими участниками глобального технологического развития. Обратила внимание президенты на деятельность иностранных фондов, которые ищут в российских школах талантливых детей, чтобы впоследствии привлечь их к работе за рубежом. Один из путей решения этой проблемы – повышать престиж российского образования. Евросоюз нарушает право на свободу слова, формируя условия для тотальной дискриминации российских средств массовой информации. Так прокомментировали в МИДе предложение главы европейской дипломатии Федерики Маггерини. Она рекомендовала разработать, цитирую, стратегию противодействия пропаганде Кремля. В Москве отмечают, что эта программа явно нацелена на вытеснение российской прессы из международного медийного пространства. В Германию с трехдневным визитом прибыла Елизавета II. Она уже встретилась с немецким президентом и Ангелой Меркель. Что значится в программе, зачем вообще приехала королева и как ее встречают? Виталий Чищухин расскажет в деталях. Визит в немецкую столицу для ее величества начался в привычной дворцовой атмосфере. В своем берлинском имении Елизавету II принимал президент Германии, который, сидя на своем политическом троне, тоже ничего не решает. Так что в каком-то смысле это была встреча двух английских королев. С той лишь разницей, что Еохим Гаух чуть не прослыл тем еще простаком, когда на секунду показалось, что он едва не нарушил дворцовый этикет, согласно которому королевской особе прикасаться нельзя. Все остальные формальности от шляпок до военного парада были соблюдены. Елизавета сделала памятную запись в книге гостей и обменялась с президентской четой подарками. Германия как будто не случайно преподнесла монаршему двору историческую карту, которая демонстрирует, какой разделенной и даже карликовой Европа была еще пару веков назад. Что это, если не геополитический намек на злобу дня? Ведь в том числе Великобритания в ближайшее время может изменить современную карту Европы. А Елизавета II относится к числу тех, кто поддерживает проведение референдума в своей стране о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Но судя по наряду, в котором королева прилетела в Германию накануне, евроскепсис не до конца овладел ей. Синее платье наблюдатели трактуют как цвет единой Европы. Британским подданным, конечно, еще предстоит сделать выбор. Но их королева, кажется, уже определилась. Об этом, скорее всего, говорили и с Ангелой Меркель к резиденции, которая из президентского дворца Елизавета со своим супругом герцогом Эдинбургским Филиппом добралась на прогулочном кораблике. На своем веку она повидала уже не одного канцлера, но впервые встречалась с женщиной на этом посту. А Меркель не надела в честь такого события ни подобающий головной убор, ни платье. И вообще, ограничилась протокольным рукопожатием. А вот простые немцы встречали Елизавету как родную. Здесь так и говорят, наши на троне. Ведь королевская династия Великобритании имеет очень ветвистые немецкие корни. Я перечитала 30 книг, написанных о королеве. И эту маску я носила на своем дне рождения. Наконец-то мне удалось увидеть ее вживую. Я так была рада, что она сегодня в моем любимом белом цвете. Когда мы услышали о том, что королева будет в Берлине, мы еще всем классом пошутили, что было бы здорово посмотреть на нее. Нам так сильно хотелось ее увидеть, но только не по телевизору. И вот решили приехать сюда. Я более чем уверен, что это политический визит. Ведь Великобритания не особо жалует Европу. Этим визитом королева наверняка хочет вызвать симпатию своего населения по отношению к Евросоюзу. Визиты Елизаветы в Германию всегда носили примирительный характер. Тем более после Второй мировой войны. Вот и в этот раз среди обязательных пунктов программы посещение военного мемориала, поездка в бывший нацистский лагерь и участие в юбилейных королевских чтениях в Техническом университете Берлина. Это такая специальная лекция, которую читает видный британский ученый. С первой в качестве подарка полвека назад выступила сама королева. Но теперь берлинцы предпочли бы, чтобы она прочитала норовоучительную лекцию посольству Великобритании в Берлине. Оно после терактов 11 сентября оккупировало целую улицу, установив ограждение и создав колоссальное неудобство для автолюбителей. Но вряд ли гневное письмо, составленное накануне визита, дошло до адресата. Слишком земная проблема для тех, кто передвигается по городам, пусть не в каретах уже, но по-прежнему в окружении многочисленной свиты.